Добрый день всем! В эфире программа «Крупный план». Звучит наша тема сегодня так – «Дорогая новостройка. Как продать жилье в кризис?» Мы будем рассказывать о новом инструменте для риэлторов и застройщиков, который вышел на рынок недалеко месяц назад. В гостях у нас Павел Кочкин, генеральный директор и создатель системы N-Market Pro. Добрый день, Павел! Здравствуйте! И Алексей Колупаев, генеральный директор N-Market Pro Киров, а также директор по развитию уральского филиала компании. Добрый день! Начнем с самого главного. На самом деле проект уникален тем, что он является единственным и первым в России точно в мире. Сейчас, наверное, Павел нам расскажет. Многие спрашивают его, как он появился, как зародился, где слезали. Как мы до эфира поговорили, оказывается, проект придуман им и его братом. И нигде в мире до сих пор не встречался. Это так? Да, действительно так. Для чего он? Как он создавался и как появился вообще в умах ваших? Вы знаете, с 2005 года мы работаем в городе Санкт-Петербург на рынке недвижимости и на рынке информационных технологий. И вот в 2011 году в Петербурге, наверное, как в культурной столице, сложился такой прообраз цивилизованного рынка новостроек, взаимодействия между застройщиками и риэлторами. Он стал интересен нам, как новый сегмент. И с 2011 года мы начали работу в сторону замечательной системы онлайн-бронирования и продажи новостроек, которая превратилась в 2013 году в проект InMarketPro. Действительно, общаясь с различными большими игроками рынка и с инвестиционными компаниями, нередко задают вопрос, откуда вы эту идею взяли. Вот хочу сказать, что это чистая вода импортозамещение. Идея полностью наша, петербургская. И заключается она в том, что проект, являясь мостом между риэлтором и застройщиком, позволяет застройщику получить дополнительных клиентов. Вот тут мне люди спрашивали о том, зачем нужен InMarketPro, который сейчас уже представлен, насколько я помню, в семи регионах России и скоро 17 декабря запустится в Москве. Зачем он нужен, когда есть сайты типа Авито, Ро и так далее. То есть, в чем ключевое различие, в чем ваши преимущества? Вы знаете, совершенно другой сегмент. То есть, мы позиционируем себя именно как работу с бизнесом. Если сайты, озвученные вами, они нацелены на то, чтобы получить частного клиента, частное лицо, то есть B2C-сегмент, называя вещи своими именами, то мы работаем с B2B-сегментом. Да, переведу просто для радиослушателей, это сегмент бизнес для бизнеса, а не бизнес для клиентов. Спасибо большое. Да, спасибо большое. То есть, да, в нашу базу не может попасть частное лицо. Это ключевой параметр. Мы работаем только с профессионалами. То есть, клиентами нашей системы являются застройщики и риэлторы, профессиональные агентства недвижимости. А они не могут взаимодействовать между собой напрямую? Зачем нужен еще какой-то посредник? Ну, скажем так, есть ряд больших проблем при взаимодействии напрямую. Ну, если рассмотреть со стороны застройщика, то это как... Ну, во-первых, соответственно, надо выстраивать регламенты с сотнями компаний, да, для того, чтобы получить адекватную аудиторию. Надо каким-то образом доставлять им свой ассортимент. Плюс он меняется, каждый день... Конечно, ежедневно происходит продажа, происходит бронирование, да. То есть, транзакционные издержки возникают у застройщика, неудобства при предоставлении информации, да. Также, ну, надо понять самое главное, что риэлтор продает не квартиры, а информацию, да. И, соответственно, застройщик продает свои квартиры, а риэлтор продает квартиры всех застройщиков. И наша система, она как раз решает эту проблему, да. Если клиент... Да-да-да, если клиент приходит к риэлтору, то риэлтор может очень быстро ознакомить его с ассортиментом от всех застройщиков сразу. И уже клиент будет решать, что же ему купить вместе с риэлтором. Алексей тянет руку, наверное, что-то хочет сказать. Да, я хочу просто добавить к тому, что сказал Павел, почему с инмаркетом удобнее, чем без инмаркета, напрямую работать застройщику-риэлтору. Здесь, на самом деле, все очень просто. С точки зрения застройщика, застройщик получает всех риэлторов Российской Федерации в режиме одного окна. И снимает с себя абсолютно все проблемы, связанные с бумажной волокитой, со взаимодействием с каждым отдельным агентством, коих у нас несколько тысяч по всей стране. А риэлтор получает исчерпывающее количество предложений продажи квартир. Тоже также в режиме одного окна, что в его формате также снимает некоторые серьезные сложности по взаимодействию с каждым застройщиком в индивидуальности. Так как застройщиков у нас по нашей стране тоже более 500, если там не вся, а тысяча. Застройщиков по нашей стране, я думаю, что тысячи две. Ну, вот, да, значит так. И здесь, когда предоставляются такие удобства, просто высвобождается очень много свободного времени и дополнительно свободного ресурса, потому что инмаркет еще дополнительно предоставляет очень серьезную техническую поддержку, как застройщику, так и риэлтору. И вот этот вот освободившийся ресурс, который ранее был задействован, будь то финансовый или временной, что риэлтор, что застройщик могут направить на генерацию, соответственно, новых клиентов и на какие-то свои более полезные вещи, которые раньше они не могли себе позволить. Павел, да, добавить к этому. Я бы хотел, тоже очень важный такой момент, акцентировать внимание, что наша концепция, она не конкурирует с прямыми продажами застройщиков. Я как раз об этом хотел спросить. Да, на самом деле застройщики же предпочитают сейчас особенно продавать напрямую, делают какие-то системы бонусов, скидок, делают там рассрочку. А вы приходите как бы со своим продуктом и фактически рынок рушит? Нет, мы не рушим, мы рынок расширяем, мы создаем на нем новые возможности. Вот очень важно прояснить ситуацию, что примерно по всем городам одинаковая картина, вот уже сейчас в порядке в 12 городах идет процесс подготовки к запуску, да, и картинка примерно одинаковая. Две трети покупателей, да, идет напрямую к застройщику, неважно при этом, там есть сайты Авито, Яндекс и другие. Они просто нацелены на то, чтобы прийти к застройщику и купить самостоятельно, есть у них риэлторы или нет. Скорее всего, они своего риэлтора просто обойдут. Треть покупателей, это те покупатели, которые есть именно дополнительные у риэлторов. И если застройщик с этой аудиторией не работает, то он просто теряет эту аудиторию. Это надо понять. В чем заключается эта особенность, да, у риэлторов есть те клиенты, которые приходят с рынка вторичной недвижимости, да, есть те клиенты, которые приходят из других городов. Эти возможности застройщики сейчас недооценивают, и наша миссия как бы донести до них открытием эти новые способы. То есть идеальный вариант это когда база исчерпывающая как застройщиков, так и риэлторов, и друг друга все видят. Да, и вот здесь я хотел бы добавить такой момент, что по большому счету вот это разделение клиентов 65 на 35, 2 третьих на 1 третьих, о котором сейчас говорил Павел, оно на самом деле лежит в области психологии. То есть почему мы убеждены, что наша система, наши риэлторы не конкуренты прямому отделу продаж застройщиков, потому что, соответственно, идти в прямой отдел продаж или идти с экспертом, с риэлтором на сделку, это решает сам клиент, исходя из своих психологических особенностей. Здесь могут быть какие ситуации? Если клиент попадает в первую категорию, в категорию 65%, 2-3, которые привыкли покупать напрямую, без посредников, он может обратиться к риэлтору, взять у него всю исчерпывающую информацию, получить от него все, что ему нужно в плане информации, да, с помощью, кстати говоря, нашей системы, и уйти напрямую к застройщику, в прямой отдел продаж, потому что ему так будет спокойнее, ему так будет комфортнее. В этом плане мы не конкуренты отделу продаж застройщика. И также и обратная ситуация. Может клиент, который попадает в нашу категорию, во вторую категорию 35%, он может сначала прийти в прямой отдел продаж застройщика, взять у них всю исчерпывающую информацию, а потом в чем-то усомниться, в надежности застройщика или еще в чем-то, да, и он будет просто искать на стороне какого-то чужого мнения, чужой экспертности, которая, скажем так, поможет ему сделать правильный выбор, чтобы он был сам внутренне спокоен. И где он идет этот выбор? Он, как правило, ищет по знакомым риэлтора или какого-то другого эксперта, которому он может потенциально доверять. И здесь именно момент заключается в том, что если, соответственно, застройщик хочет получать клиентов от риэлтора, то он, по сути дела, может смело закрывать все 100% потребительской аудитории своей, да. Ежели застройщик по каким-то причинам не доверяет риэлторам, считает, что риэлторы уводят у него клиентов, то по факту он сокращает свой потенциальный объем продаж в среднем на 35-40%. И потом он уже может выставлять только часть квартир, да, на продажу через риэлторов? Нет, это не рекомендуется, на самом деле, да. Да, здесь на самом деле вопрос не столько даже в объеме, в количестве предложений, которые выставляет застройщик, а сколько именно психологии, потому что любая покупка у застройщика, в строящемся, в долевом строительстве, да, вот, это, скажем так, инвестиции в будущее, которые сопряжены с серьезными рисками, ну, с различного рода рисками, да, особенно в нашей экономической ситуации. И здесь важно допускать, что есть та категория людей, та категория граждан, которые боятся напрямую, без какого-то собственного консультанта, принимать решение о покупке у того или иного застройщика. И я сейчас закончу, вот, и передам слово Павлу. Вот, и... Я закончил. На самом деле, то, что Алексей назвал психологическим фактором, мы это называем в нашей системе простым языком. Есть клиенты, которым просто нужно, чтобы вы их держали за руку и гладили по голове, и говорили, все будет хорошо, все получится. И это действительно третий элемент. Я думаю, что каждый человек, в принципе, хочет этого. Ну, вот, вы знаете, все-таки многие готовы напрямую пожертвовать вот этим, да, они еще думают, что риэлтор как-то цену предложит больше, но это не так, это об этом чуть позднее, да. Но вот психологический фактор, да, поддержите меня за руку, проконсультируйте, скажите, что все получится, вот это третья вещь, которую монетизируют риэлторы, кроме двух озвученных. А сколько тогда риэлторы должны платить за эту базу? Ну, за то, чтобы была возможность продавать все, что есть на рынке? Вот, вы знаете, я, наверное, шокирующе отвечу на ваш вопрос, но наша система сама платит риэлторам. И это первая система в России, которая платит риэлторам, потому что обычно порталы просят что-нибудь им занести, да, абоненточку или за рекламу заплатить, да, занести денежку. А мы платим нашим клиентам. То есть, на самом деле, подключение происходит в бесплатном режиме, как для риэлтора, так и для застройщика. При этом риэлтор получает обучающие курсы, также бесплатно, с помощью которых повышает свою квалификацию, да, и снимает страхи по работе на этом рынке, на рынке новостроя. Стоп, тогда непонятно, откуда вообще, ну, то есть, на чем заработаете вы? Где же фишка? Вы знаете, очень частый вопрос. Да, да, то есть, вот, когда люди не понимают, откуда берутся деньги, возникает недоверие. Вы знаете, все очень просто. Так как мы даем достаточно хорошие объемы продаж застройщикам, с помощью наших партнеров-риэлторов, нашей партнерской сети из риэлторов, застройщик платит нам определенную комиссию, да, которая в большей части передается риэлтору, который привел клиента, и небольшая дельта остается у нас, вот здесь мы и зарабатываем. То есть, мы зарабатываем за результат, и застройщик платит только за результат. Вот смотрите, прошел месяц, чуть больше месяца, 27 октября, если я ничего не путаю, была презентация MarketPro в Кирове, продукт был запущен, был запущен, и присоединились уже, наверное, многие риэлторские агентства недвижимости, многие застройщики к нему, вот какова статистика на сегодняшний день, есть ли положительный результат, может быть, есть какие-то вещи, с которыми там, неожиданности, которые уникальны только для Кировского рынка, и не, ну, просто, не думали, не гадали, что вот это вот свалится на голову. Ну, да, соответственно, динамика на сегодняшний день положительная, собственно говоря, идем мы пока что, несколько даже опережая наши графики, например, у нас на ноябрь месяц не было запланировано ни одного бронирования, которое мы можем получить от потенциальных риэлторов, и уж тем более ни одной проведенной заключенной сделки. На сегодняшний день у нас системой за отчетный период, за отчетный месяц забронировано 495 квадратных метров жилья, и 84 квадратных метра мы уже оформили в виде сделок. Сейчас идет регистрация документов, и идет дожидаемая плата от клиентов-застройщиков. Вот, также продолжается заведение в систему предложения от застройщиков. На сегодняшний день его объем составляет 268 706 квадратных метров. При общем... Это какая из домов рынка? Это при общем объеме рынка 450 тысяч, это в пределах более там 50... Да, но основная сложность по тому, почему мы до сих пор не завели весь объем, заключается именно в переработке, в обработке первичной информации по контенту. Это имеется в виду и планы квартир, и... Да, так как у нас в системе информация переводится в стандартизированный вид, требуется достаточно продолжительное время, чтобы переработать весь объем информации и представить его участникам рынка. А как часто вы обновляете информацию? Обновляем информацию в среднем раз в день. По некоторым застройщикам, кто, соответственно, предоставляет информацию чуть реже, обновляемся чуть реже. Но более высокотехнологичные застройщики, такие как Кировский спецмонтаж, Кировский ССК, по ним идет обновление ежедневно, потому что у них вся информация представлена на их сайтах. Вот. Ну, вернемся к показателям. На сегодняшний день в нашей системе представлено 45 риелторских компаний. Их прирост идет ежедневно. В среднюю неделю мы прирастаем на 8-10 компаний. И в общей сложности в системе работает 313 риелторов. При общем объеме, по нашим оценкам, 700 по Кировской области. До конца года мы планируем, что в нашей системе будут работать порядка 600 риелторов Кировской области. Опять же, если брать всех риелторов, которые работают по области, это две третих? Ну, если брать всех риелторов, которые работают по области, это, по сути дела, чуть меньше половины на сегодня. Вот. И, соответственно, во всем остальном развитие идет полномерно. Также, соответственно, хотел бы сказать, что в наши ряды уже вступила такая компания, как РусНедвижимость. Вот. И сегодня-завтра мы находимся в финальной стадии подписания соглашения с Кировской региональной ипотечной корпорацией. В чем особенность Кировского рынка? Есть ли какие-то вещи, которые, ну, какое-то недоверие, там, со стороны ли застройщиков, со стороны риелторов? И, ну, вот, скажем так, мифы, которые вы успешно разменчиваете? Есть один момент, который меня несколько удивляет и удивил, я бы даже сказал, просто шокировал, когда мы начали выходить на рынок Кировской области. Это застройщики, с одной стороны, заключая агентские договора с риелторами, по сути дела, выстраивали прямую конкуренцию в своем отделе продаж. То есть, например, акции, проводимые многими застройщиками в Кировской области, зачастую не распространялись на риелторское сообщество. И, то есть, соответственно, клиент, который пришел с риелтором, он не мог получить такие же выгодные условия, ежели бы он пришел, соответственно, в прямой отдел продаж застройщика. И вот, возвращаясь к нашему прошлому разговору о правиле 65-35, я хочу сказать, что в общей России, общероссийская практика сейчас такова, что застройщики максимально заинтересованы, скажем так, показывать абсолютно все акции, которые они проводят, в том числе и риелторам, для того, чтобы донести суть этих акций до наиболее высокого количества потребителей. Чтобы, соответственно, потребитель уже в дальнейшем сам определялся с тем, куда ему лучше пойти, с риелтором или напрямую к застройщику. Я так понимаю, что это действительно феномен для Кирова, и застройщик, получается, сам теряет клиентов, выстраивая такую двойную бухгалтерию. На 100%. Он теряет клиентов хотя бы по одной простой причине, что если, например, вот по тем застройщикам, которые показывают нам акции свои, транслируют на нашу систему, информация об этих акциях полностью отражается в презентациях, которые делает риелтор для клиента квартир. И клиент может видеть и сравнивать, например, застройщика А с застройщиком Б, какие акции ему более подходят, какие акции ему нравятся, а потом уже сам принимать решение. И, во-вторых, они просто демотивируют риелтора продавать, соответственно, этого застройщика, потому что он понимает, что все, что риелтор не говорит, все, что он не говорил клиенту, это будет неполная информация, и он понимает заведомо, что клиент, обратясь в прямой отдел продаж, он получит более выгодные условия. И это на 100% демотивирует риелтора предлагать этого застройщика. Но, к счастью, ситуация на рынке Кирова начинает меняться в позитивную сторону. Многие застройщики пересмотрели свою позицию, начинают, по крайней мере, на нашу систему показывать, транслировать свои акции и, соответственно, получать от этого ощутимые результаты. И я надеюсь, что, в общем-то, общая мировая практика, она возымеет свое действие. И мы, соответственно, увидим полностью цивилизованный и уважающий друг друга рынок. Павел Васильевич. Да, я вот хотел дополнить Алексея. Для меня явилось, наверное, некоторым удивлением вот этот эффект, феномен, как назвал его Алексей. Действительно, в Петербурге никаких проблем с этим не было. Акции транслируются риэлторам. И вообще мы позиционируем, в том числе, это одна из важных составляющих нашей системы, это более эффективные коммуникации между застройщиком и риэлтором. То есть фактически застройщику надо сообщить только своему региональному оператору, то есть наш региональный офис, информацию об этой акции. И они тут же узнают весь город, мало того, весь город, так же стоят те риэлторы, которые в других городах сидят, они тоже при переходе в этот регион, в Паволжский федеральный округ, они видят эти акции и тоже о них знают. Надо уточнить, я, по-моему, не упомянул вначале, что N-Market Pro пришла к нам из Питера. И в Питере уже действует два года. То есть это такая тренировочная площадка. Каковы показатели по Питеру? То есть в Санкт-Петербурге N-Market Pro сейчас уже узнаваемый бренд, известный бренд. И в Киев он пришел именно как один из регионов, где он теперь присутствует. Соответственно, все регионы, которые связаны в эту сеть, они могут видеть друг друга, могут приобретать недвижимость в другом регионе без всяких дополнительных комиссий и так далее. Как дела в Питере обстоят и как развивается система напряжения бухлета. Вы знаете, наверное, с момента запуска в октябре 2013 года, вот уже через год к нам в Петербурге подключилось порядка 250 компаний и 50% застройщиков. Ну вот сейчас уже два года прошло с момента запуска. В общем, наверное, подавляющее количество застройщиков и риэлторов в Петербурге работает в нашей системе. Так или иначе, количество сделок, которые мы проводим в месяц, ежемесячно растет. То есть, ну, сейчас это количество, оно уже там больше 300. При этом мы обрабатываем только по Петербургу почти тысячу броней ежемесячно. Что это такое? Ну, условно говоря, заявки, которые приходят. Естественно, не каждая броня превращается в сделку, это надо понимать. Да, это был бы идеальный мир, если бы каждая заявка приходила. То есть, совершенно разные причины. Банк отказал в ипотеке, да, клиент отказался от покупки. Ну, это нормальная жизнь, да, тут есть некая конверсия, да, из брони в непосредственно оплаченный договор, да. Вот таким образом сейчас это происходит. А по поводу взаимодействия между городами, действительно, вот наша система, она, прежде чем мы занялись вот нашей федеральной программой, то есть запуска полноценных представительств в других городах, летом 2014 года наш отдел развития проехал по России, да, вот проехал 20 городов, 22 даже, в том числе, там, дальневосточные города. И наша система, она, наверное, была такой тоже здесь определенным пионером. Она открыла возможность агентствам из Норильска, там, Хабаровска, Нефтеюганска, Владивостока, откуда достаточно большое количество покупателей едет в Петербург, или дети этих покупателей едут в Петербург, непосредственно из офиса подбирать нельвижим из Петербурга и получать за это комиссионные, да. И вот то, что эта вещь сработала, она натолкнула нас на идею, что надо заниматься... Пора развивать сеть. Пора развивать, да, сеть полноценных, вот, профессионально-региональных представительств, да, вот как вот сейчас в Кирове и в других городах открываются, чтобы увеличить этот поток, да, чтобы сделать этот рынок более цивилизованным, и, наверное, это одна из наших таких стратегических целей. Живи у вас не появляются конкуренты, да, понятно, что первый продукт уникальный. Попытки есть? Ну, конечно, попытки есть, но, так или иначе, все системы имеют свои особенности. Такой проработанной системы на данный момент, однозначно могу сказать, нету. Те конкуренты, которые появляются, они зачастую, вот это очень важный момент, я, наверное, повторюсь, мы работаем с агентством недвижимости, мы повышаем ценность агентства недвижимости, как структурные единицы на рынке недвижимости. Можно еще вот раз проговорить, что получает агентство недвижимости, какие преимущества, какие бонусы? Агентство недвижимости, бесплатно подключаясь к системе, получает совершенно новый рынок, для него распахивается с огромным ассортиментом, то есть кроме своего непосредственного листинга, да, например, там, вторички, каждый агент этого агентства может предложить любую новостройку своего города и даже другого города, который в системе в нашей представлен, да. Вот Алексей, я не помню, уже упомянул, да, про то, что была сделка уже, первая бронь отправлена в Краснодар. Да, у нас на самом деле вот в ноябре произошло такое интересное событие, риелтор из города Кирова забронировал квартиру в Краснодаре. Да, да, да. Ну, то есть, видите, это работает, да, буквально после старта. То есть, да, вот агентство недвижимости, все его сотрудники получают, в первую очередь, вот эту возможность предложения огромного ассортимента, то есть расширяют свои возможности, бесплатно повышают квалификацию для работы на рынке новостроек. Кроме всего, когда агентство недвижимости входит в нашу систему, именно вот вводят логин и пароль, да, то есть имя пользователя и пароль, логотипы, все логотипы системы заменяются логотипом компании. И агентство говорит своему клиенту, дорогой клиент, вы находитесь в моей профессиональной системе, где мы с вами подбираем новостройку. То есть, система, на самом деле, в данный момент становится не нашей, а мы говорим, что это нашим партнерам, риелторам, это ваша система, да, потому что, в принципе, она забрендирована вашими логотипами. Ну, вообще, смотрите, очень интересная история, то есть, в Питере вы занимаете изрядную долю рынка, и наверняка накопили статистику, да, интересную статистику, которая интересна была бы нам, как СМИ, но интересна, наверное, и застройщикам в том плане, куда двигаться, развиваться, что сегодня пользуется спросом. То есть, вот эта уникальная статистика, она как-то доступна риелторам и застройщикам? Ну, смотрите, вы, конечно, немного опережим события, но, действительно, мы готовим достаточно мощные аналитические продукты, которые будут доступны, то есть, условно говоря, у нас есть замечательная база по недвижимости, да, по динамике продаж, по тому, где спрос есть, где нету, что покупают, что не покупают, и она уже не только в Петербурге, она уже и в других городах. И в ближайшее время, конечно, мы предложим рынку адекватные продукты, то есть, например, с нами смогут сотрудничать средства массовой информации, чтобы получать какую-то статистику рынка, да, и публиковать ее для того, чтобы общественности она стала доступной. Риелторы, партнеры, несомненно, тоже получат какие-то дополнительные аргументы при совершении сделки, а застройщики смогут получать от нас ответ вплоть до такого, у меня есть пятно, что мне на нем построить. А что еще застройщики получают от вас? Какие еще преимущества? Я не знаю, может, Алексей или Павел? Да нет, давайте Алексей расскажет. Ну, застройщики в Петербурге получают от нас в среднем от 20 до 60 квартир в месяц дополнительных продаж. Это каждый отдельно взятый? Каждый отдельно взятый среднестатистический застройщик, ну, скажем так, крупный застройщик, да. Если застройщик небольшой, то здесь, конечно, зачастую все зависит от его предложения, насколько оно уникально, насколько оно подходит рынку. Вот, и в общем и целом, на сегодняшний день уже можно констатировать, что N-Market Pro заявила себе как о федеральном игроке на территории Российской Федерации. Система однозначно выгодна для всех участников рынка, как для застройщиков, так и для риэлторов, так и для конечного потребителя. В этом случае она экономит полностью его время. И, собственно говоря, не вижу никаких препятствий для экспансии N-Market в новые регионы страны. У вас в планах-то, по-моему, мы сказали, какие регионы сейчас? Не зря я сказал, что Алексей Колупаев директор производства уральского филиала, то есть Урал сейчас тоже в ближайшей перспективе. Ну, на сегодняшний день у нас идет процесс подготовительный период в городе Екатеринбурге. На конец января ориентировочно мы планируем запуск Екатеринбурга и Свердловской области. Следующий регион после Екатеринбурга мы его сейчас не решили. Буквально вчера с Павлом обсуждали, что это будет Челябинск или Тюмень. Однозначно параллельно с крупными городами мы запустим Сыктывкар. Ну и дальше у нас идет Уфа, Самара и, соответственно, другие города. Еще по федеральному развитию. Да, я хотел дополнить как раз вопрос по городам, что на сегодняшний день у нас уже запущены, соответственно, Владимир, Краснодар, Киров, Пермь, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Вот это те города, где уже работают. Ну, конечно же, Санкт-Петербург, как первоисточник всего этого изобразия. Вы натренировались. Да, да, это наша площадка для экспериментов, мы ее так называем, да, действительно, отлаживаем новые продукты, новые технологии в Петербурге и потом уже адаптируем их к другим городам. Вот в ближайшие месяцы уже система стартует в Москве, я считаю, что это большое достижение. Вы как-то в синхронность с Теле-2 в Москву входите и тоже будете обрушивать рынок, видимо. Ну, не будем обрушивать, мы его будем улучшать. Вообще мы не рушим рынок, вот это неправильное представление. То есть это система плюс-плюс, когда выигрывают все страны. Это система вин-вин, конечно, здесь выигрывают все, застройщики выигрывают, риэлторы, клиенты выигрывают. Ведь на самом деле конечная цель, чтобы выиграл клиент. Скажите, а вот клиенту в Кирове все-таки куда идти для того, чтобы быть уверенным, что у него действительно вся база, да, что ему не показали двух застройщиков, которые выгодны данному риэлтору и вообще которые с ним работают, а что у них есть полная база MarketPro? К клиенту можно обращаться в любую компанию-партнеры MarketPro в Кирове, на территории Кирова и Кировской области. Узнать о том, что агентство недвижимости работает, подключено к нашей системе, клиент может по наклейке на, соответственно, входной двери агентства недвижимости. Либо, если, соответственно, клиент ищет себе риэлтора по знакомым, то пусть спрашивают, работает ли их компания в системе MarketPro. В этом случае, можно не сомневаться, клиент получит исчерпывающее предложение по рынку Кировской области и не только, а также по другим регионам нашей страны. И может быть уверен на 100%, что наши риэлторы, которые работают с нами, они не предвзяты ни к какому-либо конкретному застройщику, они показывают объективно весь средств рынка. Я желаю и вам, и тем клиентам, с которыми вы работаете в спешных продаж, программа наша завершается, программа «Крупные планы». В гостях у нас сегодня были Алексей Клупаев, генеральный директор N-MarketPro Киров, и Павел Кочкин, генеральный директор и создатель системы N-MarketPro, такой Билл Гейтс или Кирилл Джокс, я бы даже сказал. Всем хорошего дня и удачного окончания недели. Спасибо всем, Влад. Спасибо всем.